После совещания еще раз осмотрим документ. Я что-то забыл. С вами все нормально, отец? Я немножко переживаю за Джунейта. Я доверил его Тунчу, но он тоже не о том думает. Ты старше их. Поговори с Джунейтом. Пусть уже приходит в себя. У нас столько проблем, я не могу еще разгребать ошибки Джунейта. Я понимаю, насколько вы расстроены из-за этой ситуации. Вы стараетесь это не показывать. Прикрываетесь работой, но вы очень переживаете за Джунейта. В этой жизни он единственный человек, которому я могу все доверить. Джунейт в моем сердце особое место занимает. Джунейт ни на мгновение не оставлял свою семью. Он никогда для себя не жил. А сейчас видеть, как он из-за этой пустышки убивается. Он всегда думал, что находил ту самую. Да, Селин его тоже разочаровала, но она его так, как Фрида, не намучила. Мой сын такой правильный. Такой доброжелательный. И он думает, что все такие же, как он. Каждый раз он находит неправильного человека и привязывается к нему. И с каждым разом ему все сложнее прийти в себя. Да. Ферман, иди поговори с ним. Он тебя выслушает, ты старше его. Не оставляй его одного. Поверьте, я не знаю, что сказать. А тут нечего сказать. Пусть ее немы, Аллах накажет. Всего доброго, госпожа. Всего доброго, госпожа. Удачи. Моя дорогая доченька, передай это, пожалуйста, Фариде. Да, конечно, мы передадим. Я положила туда немного вещей. Тех вещей, которые она забыла здесь. Всего доброго. Всего доброго. Удачи вам, детишки. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Привет. Привет. Джунейт. Привет, Илюль. Привет. Я хотел поговорить с тобой о предстоящем собрании. Хорошо, давай поговорим. Желаю удачи. Увидимся. Спасибо. Они хотели с тобой встретиться, но думаю, будет лучше, если мы вместе пойдем. Хорошо. Пойдем. Кемаль с Бахар, да? С дочерью тети Сергея? Боже мой. Они ведь в деревне познакомились, да? Когда Кемаль ехал в Берато? Что они теперь делают, сестра Элдис? Не плачь, моя хорошая. Прошу тебя. Эта девушка вскружила ему голову. Я уверена. Ей нужны только его деньги. Она не любит Кемаля. Она просто хочет им воспользоваться. Боже мой. Ну хватит уже. Я не смогу так жить. Без Кемаля я не смогу существовать. Пожалуйста, пусть он ко мне вернется. Кемаль, ну же, пойдем, брат. Ты же замерзнешь здесь. Кемаль, не будь ты упертым, потому что ты таким образом позоришь ее на всю деревню. Берат, дорогой, у меня нет другого выхода. Я люблю Бахар. Пока она не просит меня, я буду здесь. Ну ладно, давай уйдем, потом вернемся, и ты поговоришь с ней. Послушай, Берат, мне кажется, что если я сейчас уйду, то больше никогда ее не увижу. Не надо уговаривать меня, брат. Ты лучший идей. Ну ладно, пойду попрощаюсь с Бахар. Что случилось? Вы уходите? Я ухожу. Кемаль останется здесь? Он не хочет уходить. Что такое? Ромео не ушел? Какой он упертый? Я не смог его убедить. Кстати, они с Канан расстались. Я говорил тебе, Кемаль тебя любит. Берат, как ты можешь быть так уверен? Я уверен в этом. Ты упертый, Кемаль упертый. Ты уже прими решение, наконец. Плохи дела. Он заболеет, ляжет в больницу. А потом я посмотрю на тебя. Я свидетель. Кемаль тебя любит. Увидимся. Увидимся. рада вас видеть мы тебя тоже ты можешь в это поверить о гус наша фарида это чистая невиновная фарида я до сих пор не верю в это что-то здесь не так конечно ты не поверишь она больше здесь оставаться не может я не могу поверить она твоя подруга подруга как ты можешь быть такой бесчувственный ты даже не спросил у нее что случилось но как ты понимаешь вот такая ситуация хорошо я проведу встречу не волнуйся брат доверься мне я знаю что очень расстроил вас но мне сейчас лучше тут словами не обойдешься с тобой правда все нормально джунейт послушай никто не ожидает того что ты будешь отлично чувствовать себя любой человек в таком состоянии был бы подавлен но это знаю что ты у нас сильный но в таком состоянии человек сам не свой он допускает ошибки нельзя из-за одной ошибки продолжать ошибаться ты понимаешь что я хочу сказать джунейт да я говорю это ради твоего блага не пытайся найти другую любовь из за того что произошло ну или я не знаю не допускай никаких серьезных ошибок я понял брат спасибо но как я и сказал мне уже гораздо лучше а сейчас мне нужно для встречи подготовиться да юлдис да я в компании ферман дорогой в каком часу ты выйдешь оттуда нет не переживай я просто хотела поехать к бирату в деревню повидать кемаля ну ты знаешь хандан сейчас нехорошо нельзя чтобы она оставалась одна ты сразу как выйдешь пожалуйста приходи домой дай-ка посмотрю она спит спит но все же всякое может произойти хорошо дорогой спасибо ферман огромное спасибо 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 клянусь было бы я твоем месте я бы давно вышла бы к нему сказал что простил его он тебе обо всем рассказал он сожалеет об этом чего ты так упираешься я понять не могу просто сестра выйди на улицу скажи что ты его простила он там уже просто вот замерз Что случилось? Он ушел? Ну конечно, в конце концов, он сдался Скажите, Сергей, спасибо Очень вкусно получилось Приятного аппетита Маточка, если ты продолжишь так баловать с кем Аля Он отсюда никогда не уйдет Уйдет Брат Ферман скоро придет Он спасет меня Надеюсь, он не опознает Посмотрим, что ты будешь делать Когда узнаю, что я готова убить тебя А для тебя, Кемаль Мне правда очень интересно Ну что ты за человек такой? Твоя лучшая подруга на улицах А ты отворачиваешься от нее Она хотела ограбить своего будущего мужа, Огус Она изменила ему Ты не понимаешь? Пока ты не поговоришь с ней, ты не можешь так говорить? Мне кажется, ты просто поводы ищешь Ты думаешь, что каждый муж может изменять своей будущей жене, не так ли? Эбру, ты уже какую-то чушь начинаешь нести Я не несу чушь Ты делай, что хочешь Мне уже не интересно это Еда готова Пока вас не было, я кое-что приготовила Или вы не проголодались? Нам нужно поговорить, Фарида Я так не могу Не могу сделать вид, будто ничего не было Извини, что это случилось Вчера ночью Ну, все произошло внезапно Эй, Люль Пожалуйста, не пойми меня неправильно Ты думаешь, что это ошибка, да? Значит, для тебя это так Но не для меня Ты тоже не пойми меня неправильно, Джунейд Я не из тех женщин, которые со всеми подряд спят И ничего я от тебя не жду Главное, не думай обо мне плохо, вот и все Если можно, пусть это останется между нами Не буду врать, я не думал, что ты такая упертая, Бахар Хорошо, ты на него разозлилась, я это знаю Я тоже на него разозлилась Не знаю, правильно ли, когда мама говорит такой о дочери Тоже не знаю Ты его любишь или что? Послушай В такие заморозки он всю ночь сидел под дверью Ждал тебя Он любит тебя, доченька Отпусти это, послушай меня Когда мы были неопытными, мама рассказывала нам Была одна принцесса Когда это было неизвестно Один из янычар султана Влюбился в нее Он ему не сиделось на месте Он взял, пошел И раскрылся принцессе Он сказал, вот так-то, так-то, так-то и так-то Он сказал, что я ради ее любви готов на все Принцесса не поверила Сказала, знаешь Сто дней под моей дверью подождешь И тогда я выйду за тебя замуж А янычарта так обрадовался Так обрадовался Он был вне себя от счастья От того, что услышал Ну и стоя ночью он поселился в ее двери Один день Два Три Снег Дождь Грязь Но он продолжал ждать Несмотря ни на что Он продолжал дежурить под ее дверью Ну а потом, на 92-й день Он настолько сильно устал Ему было настолько больно Что он даже уже плакал от своей боли Не мог держать себе Но он не ушел Продолжал ждать у двери Ну а в ночь с 99-го на 100-й день Этот янычар взял и просто ушел То есть Матушка То есть Что это значит? Вот что это значит Все мы люди, доченька Не надо так сильно мучить его Да, ты думаешь, что он уже почти твой Его уже нет Музыка Почему этот человек все еще не вернулся? Субтитры сделал DimaTorzok Илдус, могу дозвониться до тебя? Я все еще не вышел У меня тут работа затянулась, я буду поздно Увидимся, дорогая Не может такого быть Боже Помоги мне Что я теперь буду делать? Боже Что я буду теперь делать? О чем мы будем говорить? Это тебе сестра Назира отправила Там часть твоих вещей Одежда Удостоверение личности и так далее Но почему вы там были? Я увидела тебя в таком состоянии и не удержалась Хорошо, что я к Джунейту не пошла Тетя Зухра нам все рассказала Мы узнали о всех твоих путешествиях Эбро Вы ведь не поверили? Не поверили, что я могу на такое пойти? Конечно, не поверили, Фарида Клянусь, я не сделала ничего плохого Эбру Ты же меня прекрасно знаешь Но в этот раз ты ничего мне не сказала Скрыла Была бы ты невиновна Эбру, ну хватит Я не смогла рассказать Потому что Потому что тебе было стыдно Ты очень красивая и привлекательная женщина Но ты же все знаешь Ты лучше всех знаешь, что я сейчас переживаю Я тебе на пользу не пойду Только все испорчу Джунейт, хватит Не надо передо мной отчитываться Я от тебя ничего не жду Я способна понести ответственность за все, что сделала Но я хочу, чтобы ты знала об этом Мы оба этого хотели Но я в отличие от тебя не считаю, что это было ошибкой А ты не думаешь, что ты чем-то обязан мне? Эйлюль Я не хочу потерять дружбу с тобой Я тоже Но теперь это будет сложно Ты хочешь, чтобы я забыла все, что было той ночью? Но я не могу это сделать Я не из тех женщин, которые спят, а она на утро все забывает Мое сердце этого не выдержит Мне жаль, но ты теперь Не просто друг для меня Я не смогу так смотреть на тебя Не требую от меня этого Поверьте, все это неправда Допустим, я тебе поверила Как я расскажу об этом в своей семье, Фарида? Моя мама и тетя Зухра общаются Они ведь узнают о случившемся Если они знают, что ты остаешься здесь, они меня уничтожат Извини Ты хочешь, чтобы я ушла? Хорошо Ты права Я не могу тебя подставлять К тому же, на что я надеюсь? Мой любимый человек не верит мне Это нормально, что и вы не верите Послушай, Фарида, стой Эбру, скажи же Не надо, не надо Эбру права Спасибо вам за все Я принесла чай Тебе лучше станет Чай не поможет мне согреться Тогда проходи в дом Мы как раз печер зажгли И это не поможет Поможет, поможет К тому же на улице холодно Пойдем домой Бахар Не знаю, как на улице Но во мне с тех пор, как я видел тебя, все горит Ты меня простила? Кемаль Да мы не будем на улице это обсуждать Давай, пойдем внутрь Ты не простишь меня Я понял Кемаль, я... Ты зовешь меня внутрь, чтобы не опозориться перед соседями, да? А я-то думал, что ты меня тоже любишь Ну ладно Тогда извини меня Кемаль Не уходи А я-то думал, что ты меня тоже любишь Боже, помоги мне Боже Я умираю Боже Кемаль Не уходи Почему? Потому что Я люблю тебя Что ты сказала? Я люблю тебя Да, я знал Кемаль У тебя руки ледяные Если ты из-за меня заболеешь, я не прощу себя Нет, не заболею Пускай не будет больше лжи в нашей жизни, хорошо? Не будет Обещаю Больше никакой лжи, Бахар Ты ведь простила меня, да? Сериал «Прости меня» переведен на звук Сериал «Прости меня» Субтитры создавал DimaTorzok